Патриотизм и красовая борьба Здравствуйте, уважаемые товарищи, кого не видел еще так Ну вот, тема-то такая с неприходящей и непроходящей актуальностью Собственно, сам термин, патрия, родина, появляется ведь именно тогда, когда возникает государство, классы И слово это латинское, изначально греческое, итальянское, да, потом И оно так и означает родину Но это вот родина, патрия А патриотизм появляется термин гораздо позже Он появляется уже в годы великой французской буржуазной революции Это в конце 18-го уже столетия То есть это гораздо позже, это две тысячи лет разница Но вот я еще раз подчеркну, все-таки само слово Патрия, родина появляется только тогда, когда возникает государство А следом возникает частная собственность А следом возникает деление на классы И первое это рабы и хозяева И вот видите, ну и родина, конечно, для кого? Для патрицев, не для плевеев же Тем более все они, или как правило, они всей другой родины, да, захвачены Вот тогда появляется возможность такого разделения И эта возможность немедленно реализуется Ну вот я вспомнил о великой французской буржуазной революции Когда вот сам термин появился уже, патриотизм И появилась какая-то теория Вы знаете, что теоретиками великой французской буржуазной революции Были известны нам, ну, не теоретиками революции как таковой Но подготовившие теоретически хотя бы какие-то основания Чтобы как-то истолковывать вот термины важные Хотя бы вот великие эти слова Написанные на знаменах французской буржуазной революции Свобода, равенство и братство Ведь это надо было как-то предварительно осмыслить, истолковать Но это была буржуазная революция И народ весь очень поддержал, ну, свержение монархии, понимаете, да Взятие бастилии, и пошло, и такой ажиотаж был Но в результате, к сожалению, совершилось то, что вы знаете То есть свобода, равенство и братство оказались только для определенного класса Победивший буржуазии А для пролетариата, который и вызревает-то в недрах феодального строя Вместе с этой самой буржуазией, естественно Там никакой свободы, никакого равенства Ну, равенство между собой, конечно И братство тоже, да, между собой, внутри пролетариата И вот по этому поводу Ленин в работе об обмане народа Лозунгами «Свобода и равенство» в 19-м году Эта работа, как и другие работы реча, очень актуальна Он пишет следующее «Свобода и равенство в буржуазном строе, пока держится частная собственность на землю, на средства производства Эта свобода означает лишь обман На самом деле это рабство рабочих Формально свобода, формально равных И всевластие капитала, гнет капитала над трудом И вот именно после свершения буржуазных революций в Европе Вы знаете, мы очень запоздали по отношению к Европе Только в 18-м году у нас Пардон, в 17-м году, в феврале Произошла эта буржуазная революция Но вот любопытно, что после победы буржуазных революций Термин «патриотизм», который еще и оговорил великими французскими буржуазными просветителями Вольтер, Руссо, Монтийскье Вот они эти термины и «свобода и равенство», и «патриотизм» Они все отрабатывали Но вот совсем другое значение приобрел этот патриотизм Причем как-то так вот «де-факто», а не «де-юро» Вроде как «де-юро» там в буржуазных конституциях значилось Так, как и у нас вроде как значится И вы заметите, ну «патриотизм» кстати еще Ну у нас вот поправки там включают слово «патриотизм» последние А заметьте, что вот долго у нас после падения Советского Союза Носились наши идеологи, либеральные конечно Вот с этим термином «патриотизм» Причем очень в разных, так сказать, смыслах использовали этот термин Ну и в начале, это вы помните, там вспоминали тоже одного, кстати, французского идеолога Который такой лозунг, вот забыл его фамилия, но не важно Он, это уже девятнадцатый век, идеолог этот жил и творил Что патриотизм это последнее прибежище негодяя Вы помните, вот это, как это культивировалось там А почему вот так понимался этот последний, почему негодяя так? А потому что под патриотизмом в тот момент, вот тогда на переломе Этим жутком переломе, когда мы потеряли такую страну Такую родину мы потеряли Вот тогда патриотизм означал ностальгию поутраченной только что родины Надежду на то, что мы вернем все-таки завоевание октября Вот, но вот пока у нас не получается Как говорится, тут объективные законы развития должны сработать Так вот, именно то, что патриотизм был связан с этим, как бы, попыткой вернуться к идеям социализма И к социалистической родине, что патриотизм это был в умах абсолютного большинства нашего населения И был связан именно с социалистической родины, с союзом советских социалистических республик Именно поэтому-то вот и был выдвинут лозунг «Патриотизм – это последнее прибежище негодяя» у либеральных идиологов И, значит, вот, что это такое, а почему негодяй? Так он хочет реставрации, да, вот этого строя Вот, значит, он негодяй есть по отношению к нам А мы-то за свободу А этот патриотизм вовсе не свобода И вот, значит, соответственно, патриотизм начинает шельмоваться в разных И монографии издаются по этому поводу Ну, к сожалению, мои коллеги гуманитары, они во многом, ну, для вас не секрет, перелицевались Из коммунистов стали антикоммунистами Но они коммунистами и не были, прямо скажем, они были членом КПСС Это совсем не то же самое И вот они тоже подпевали этому, да, вот, гонению на ностальгию по Советскому Союзу и слово патриотизм Но, заметьте, прошло время И стали наши, вот, это уже во времена поздние ельца, ранние Путина Стали идеологи искать вот какую-то идеологию Что-то мы без идеологии остались И даже в Конституции, вы знаете, 13-я статья Конституция Говорит о сохранившейся без изменений Какие изменения не внесены, что в Российской Федерации принимается И может существовать любая идеология Чуть-чуть перевирая статью, но смысл, да Никакая идеология не может быть приоритетной Подавляющей другие и так далее Ну, правда, там идет, конечно, и примечание Что вот невозможная идеология Исповедующая социальное неравенство Ну, понимаете, это значит, вот Если я говорю, что мы разделены на бедных и богатых Это чудовищное разделение Больше, чем во всем буржуазном мире То это уже я вот нарушаю ту самую поправку Статья, вернее, не поправку, а она, так сказать Идет пятым параграфом Социальное равенство Ну, там идеология, конечно, расизма Человеконенавистничества Вроде с этим вполне можно согласиться Ну, вот социальное неравенство Я сразу обратил внимание Ну, вот я читал Конституцию в проекте Я вообще против всей Конституции, конечно, голосовал Но вернемся, однако, к патриотизму Ну, вот остались мы вроде как и по Конституции Без идеологии И поэтому идеология патриотизма Тоже вроде как неуместна Как идеология антипатриотизма Вот, а так какой-то Плюрализм, вы помните этот термин Тоже равенство демократии и плюрализм Вот ты патриот, а я вот и не патриот А вот кто-то еще ему вообще все равно Он и слово такого не знает Патриотизм Ну, и все Вот в этом демократия вроде и состоит Но стали задумываться Вот надо же все-таки какое-то единство Хотя бы идейное Уж материального единства не достичь Классовые различия, противоречия Явное, так сказать, противопоставление бедных и богатых Ну, вот на какой почве найти вот это единство Вот тут появляется Это уже озвучил Путин Хотя до этого были поиски Вот этой единой объединяющей идеологии И я вам напомню, что вначале вроде как В конституцию не внесли Пока Да, но вот такие вот тоже и статьи И даже книги выходили по этому поводу Что идеологией у нас должна быть религия И для России это вот цементирующее прежде всего православие Православие, самодержавие и народность Старый, вы знаете, еще победоносцевый лозунг Да, вот он тоже искал А скрепы, как объединить Уже разваливающуюся царскую расти Вот, ну, православие Ну, то вспомнили про плюрализм Говорит, православие А у нас сколько тут есть представители другой религии Им надо ставить, строить там мечети Восстанавливать синагоги, еще что-то А если мы православие, как-то нехорошо обидятся на нас И как-то от этого так вот перестали бундировать И тут вот кого-то из наших идеологов осенило Что главная все-таки идея Которая может всех примирить И привести, как говорил Михаил Сергеевич В них ночь будет упомяна, Горбачев К консенсусу общества Вот эта идея, правда, Горбачев не говорил Что вот именно это А вот консенсус я имею в виду Привести к единству Это патриотизм И в некоторых учреждениях я видел До сих пор висит портрет Путина И внизу написано Что вот единственное, что может Объединить нацию Это идея патриотизма Ну как-то вот почему-то это не зачеркнули Тринадцатую статью Конституции Не вписали Ну вот идея патриотизма Ну какого патриотизма? А вот такой патриотизм Что такое патриотизм? Откройте любое слово Там написано Патриотизм Это вроде как любовь к родине Это даже и не идеология Если это любовь Это значит чувство любви Люблю Россию Но странную любовь Помните? Люблю я родину Но странную Вот Россию я люблю Любовь к родине Но странную любовь Ну вот Хоть странную Хоть не странную Вот люби вот такую Россию Какая есть Замечательно И все должны любить Не важно Ты миллиардер Или ты нищий Ты там представитель Какой национальности Вот патриотизм Ну вот давайте опять вернемся Владимиру Ивичу Янову Ленину Он нам оставил Прекрасное теоретическое наследие Которое до сих пор Нас должно питать Мы должны Не догматиками конечно быть Повторять там формулы Как нас многие уверяют А вы это что там Марксисты Ленинцы Повторяйте Какие-то формулы Столетней давности Да Но как говорится Истина от повторения Не тускнеет Законы природы Действуют На протяжении Миллиардов лет Да С момента образования Вселенной Вот Основные законы Физики А потом и химии А потом и диалоги Они продолжают Действуют И действуют Да И закон ома Так сказать Независимо от того При оме это был открыт Ом открыл И прошло сто лет И он работает А законы Человеческого общежития Они такие же Это тоже законы То есть прочно Остающиеся Воспроизводящиеся Повторяющиеся В чем? В процессе развития И поэтому Раз вот Как сказал Владимир Владимирович Но не Путин Маяковский Маркс открыл Истории законы Пролетариат Поставил у руля Это я цитирую Да Владимир Владимирович А он Это же Из его поэма Владимир Ильич Ленин Да Вот Поэтому Потом он показывает Значение Владимира Ильича Так вот Владимир Ильич Что говорил О патриотизме Какой бывает Патриотизм Тоже Чтобы не быть Глословным Я вот Процитирую И когда он Это По какому поводу Он писал Вот он Анализирует Опять же События Парижской Коммуны 1871 года Напоминает Да И Что Он Говорит Ленина Что Вот Цитирую Ленина В соединении Противоречивых Затч Патриотизма И социализма Была роковая Ошибка Французских Социалистов Вот Понимаете Теоретическая Ошибка Но А вот Что показывает Что буржуазный Патриотизм С идеями Даже социализма Не совместим Не только С практикой Социализма Вот Он говорит Что Смотрите Что Предприняли Коммунары Парижа Из патриотических Соображений Они Не стали Наступать На войска Верные Правительству Франции Тогда Версали Сосредоточенные А тогда У коммунаров Были Такие силы И Ленин Даже Приводит Цифры Соответствующие Перевес И В численности И в вооружении Ну вы знаете Вооружение Тогда было Не такое уж Мощное Но Уже Пушки Существовали Конечно Ну и вот Что Ленин Пишет Что В результате Истинная Подкладка Буржуазного Патриотизма Незамедленно Обнаружился Заключив Позорный мир С пруссаками Рессальское Правительство Вот Патриотизм Мир Заключили На какое Основание Основание Патриотизма Позорный мир Да Приступило К прямой Своей задачи И предпринял набег На страшное Для него Для буржуазного Правительства Вооружение Парижского Пролетариата Вот И вот Поэтому-то Ленин В 1904 году Это Его Значит Работа К русскому Пролетариату Такое Воззвание Статья Небольшая Воззвание К русскому Пролетариату Он пишет Что Руководствуясь Уроками Парижской коммуны Мы Можем Предполагать Что Война С Японии Тогдашняя Преступна Вызванная Интересами Капитала Готова Продать И разорить Свою родину В погоне За прибылью Потому что У капитала Главное Задача Прибыль Любой ценой Разорить родину Тут Никакого Патриотизма Поэтому Пишет Ленин Патриотические Призывы Манифестации Холопов Денежного Мешка Какое выражение Яркое Холопы Денежного Мешка И Лакеев Полицейской Нагайки Холопы Денежного ДСК Лакеев Полицейской Нагайки Реакционные Призванные Сбить Подъем Революционного Движения И Значит А все Под флагом Патриотизма Ну что Война Ну вы знаете Что Ленин Потом Чуть Позже Ну вот Это 904 год Через 10 лет Он пишет Свою знаменитую Работу Империализм Как высшая Стадия Капитализма Он там Прямо указывает Что Капитализм Везде Всюду И во все Времена Своего Существования Особенно В эпоху Империализма Он Ищет Вот Средства Для того Чтобы сбить Революционное Движение Движение Пролетариата И для этого Конечно Главным средством Вступает Война Поэтому Империалистические Войны Неизбежны Сталкиваются Вроде Из патриотических Соображений Национальной Границы Интересы Глокурдарства Ну вот Вы знаете В Первую Мировую Войну Наши Солдатские Частично Офицерские Массы Поняли Ну Больше Конечно Солдаты Бывшие Крестьяне В основном Что Война-то Она Вовсе Ненародная Вовсе Непатриотическая Вот Это Братаня Вот Мой Дед Родной Там Воевал Офицером Стал В Первую Мировую Войну Потом Командиров Красной Армию Избрали Избрали Вот То Есть Я Это Знаю По биографии Даже Семьи Некоторые Вещи Хотя Дед До Его Рождения Не Должен Это Отдельный Разговор Так И Действительно А что Главная Это Задача Там Много Было Убитых И Скалеченных И Лейских Семей И Детей Но Главная Задача Была Сбить Революционное Движение Вот Они Нам Все Это Подбрасывают Вот Найти Виновного Указать Вот Чтобы Гнев Обратить Хотя Это Странно Было Да По меньшей Мере Для Рабочих Которые Не поддерживали Эту Черную Сотью И Говорили Что Мы Этих Бедных Евреев Будем Бить Они Что Ли Виноваты В нашем Бедном Существании Такие Же Как И Мы Вот Тут Классовое Сознание Все Таки Сработало Против Этого Псевдо Патриотика Вот Не Случайно Что Подъем Черносотинного Движения Пришел Как раз На годы Первые Наши Революции Вот А Вот Дальше Война Первая Империалистическая Война Как ее И Называли Сейчас Уже Не Называют Почему То Ну Почему То Вы Можете Догадаться Наши Теоретики Термин Империализм Для них Вообще И Вот Опять же Цитирую Ленина Что Он Писал В эти Годы В разгар Войны Значит Он Пишет Следующее Капитал Лишен Патриотизма Выдающаяся Германская Фирма Оказывается Под руководством Французских Директоров Германские Фирмы Восстанавливают Русский Военный Флот Странное Дело Воюем А где Наш Флот Восстанавливает Который Является Соперной Германская Значит Британские Фирмы Имеют В Италии Отделения Строящие Те самые Итальянские Дредноуты О которых Говорят Что они Являются Соперниками Наших Собственных Вот То есть Вот Тут Все Смешалось В доме Капиталистов Они Это Собственно Уже Забывают У кого Какая Родина А на что Они работают Показывают Что Понятно Что Главной Задачей Всякого Капиталиста Является Прибыль Это Совершенно Известно А там Уже Деньги Не паснут В буквальном Смысле И в переносном И Если Надо Патриотизм Тут Немножко Как это Прикрутить Ну А мы Прибыль Получим Все И с той И с другой Стороны Вот Воюющие Стран Воюющих Стран Там Капиталисты Акции Вот Я уже Засчитал По Ленину Проводят Совершенно Антипатриотические Как Это Воспринимают Как Еще Воспринимают Вот Так вот В момент Разрушения Советского Союза Когда Вы знаете Все Распродавали Вот Разрушение Это С чем Было Связано Вот Еще Конкретно Не только Заводы Наши Фабрики Были Ликвидированы Военная Промышленность Даже Вот Как Это Патриотизм Когда Резали Наши Военные Корабли Мы Лишились Флота Когда Резали Наши Истребители Авиацию Нашу Уничтожали И это Я Вот У меня Друзья Они В этой Сфере Работали Они Все Могут До сих пор Рассказать По цифрам И фактам Когда В секретнейшие Подразделения Наших Вооруженных сил Или В научно-исследовательские Институты Которые Работали Над Очень Секретным Материалом Проникали Какие-то Там Американские В основном Советники Это Очень Большой Патриотизм Я вам Скажу Еще Один Пример Такого Патриотизма Я Вот По Работе Тут Меня Пишут Ну Ладно Скажу Вот Я Сейчас Работаю В Военно-космической Академии Десять Раз Подряд Почти Что я Ездил В Плесецк Космодром Наш Ну Вы знаете Что там Стоят Ракеты Оборонного Значения А вовсе Не те Которые Космонавтов У нас Байконура Запускают До сих пор Вот А Плесецк Он неудобен По орбитам Да Вот И вот Представьте себе Я попадаю В ангар Где устанавливают На нашу Ракету Изделие Сопроводает Нас Ну я принимал Экзамены Я же там Не принимал Ракету Естественно По своей Специальности Вот Сопроводает Наш Начальник Космодрома Генерал Майор Овчинников Вот Прекрасный Человек Владимир Он у меня На 8 лет Был младше Его уже Более Семь лет Нет Он жутко Переживал Овцом Переживал Вот это Вот что делалось Мы входим Вот в этот ангар Нас в этот ангар По особому пропуску Пропускали Хотя мы Из Академии Военно-космической Хотя у нас Формы секретности Есть Да Пропустили Дополнительный пропуск Там уже Представляете Вот проверяли И вот входим И что мы видим Люди в белых Халатах Монтируют На нашу Ракету Что-то Вот головную Часть Я Овчинников Спрашиваю А что Монтируют Он говорит Это А Еще Прислушиваясь К разговору Легене Громко На английском Говорят Я говорю А кто это А он говорит Это Американцы 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 Я говорю Американцы А что они Монтируют На нашу Ракету Спутник Какой-то Свой А я говорю Так Наверное А спутник Шпион Я говорю Не знаю И не имею Права Вмешаться Мне дам Приказ Чтобы установить Все Я тут Знаете Не выдержал Я Так это Измена Родины Вот он Патриотип Что это Такое На нашу Акету Американский Спутник С неизвестными Целями Ну явно Минимум Спутник Шпила А может Координатор Действия Этих же Американских Да На что Мне А я так Громко Сказал Вообще Услышан Я человек Эмоциональный Овчинников Мне наклонился Кукхуд Говорит Знаете Что Это вы можете Говорить Вы человек В общем Гражданский А я Не могу Вот Поэтому Вот У меня Я военный Вот приказали И все Вот Что это Сверху Это что А потом Действия Вот нашего Печального Известного Министра Обороны Сердюкова Который Вообще Разгромил Наше вооружение Остаток Да Что было И Кстати Академию Хотел закрыть Три года В Академии Не было набора Вот это Я говорю Точно Другие Тоже Там Так же Страдали А что Это Смерть Да Причем Такого Учреждения Очень важно В оборонном Так отношении Кого Учреждения Вот Вы понимаете Что это Патриотизм Что это Измену Родины Повторяю Измену Родины Вот вам Пожалуйста И патриотизм Да Что это Такое Опять Выгодно Оказывается А может Выгодно Было Продать Там Выгодно Было Отдать Выгодно Было Цветные Металлы Вот В начале Наши Еще Заметьте Не реформирование А перестройки Замечательные У нас Наш Вот Это Рижский Порт И Таллинский Порт Превратились Значит Таллинский Порт В основном Превратились Значит Вот Поставщики Через Это Шли Что Цветной Металл Шел Наш И Прочного Стратегического Назначения Вот Продавали За границу Вот Патриотизм Знаете Вот Первые Так сказать Шаги Развала СССР Вот Ну а Дальше Больше Вот В 93 Году В лихие 90-е Товарищ Черномырдин Господин Черномырдин Тот Самый Вот Именем Которого Недавно Тут Судно Было Названо Торжественно И Путин Говорил Какой Он Замечательный Человек Черномырдин Ну вот Премьер Министр Виктор Черномырдин В 93 Году Утверждает Соглашение Между Правительством Российской Федерации И Правительством США Об использовании Высоко Огощенного Урана Излеченного Из ядерного Оружия Нашего И мы Ему Отдали Немало Немного Ну Причем По очень Низкой цене По Дельтингу А сколько Стоит Вообще Добыча Этого Урана И обогащение Его Это уж Я просто Даже не знаю 500 тонн Оружейного Урала Это что Патриотическое Да А Наш Вероятный Противник Уже тогда Был Хотя Тогда Там Нет Тогда Еще Прикрывались Они фразами Но Они уже Там Сворачивались Наше Вооружение И Разворачивали Своё Все эти договоры С Горбачёвым Которые были Все они Односторонние И после того Как Вот вы знаете ГДР Прекратила Своё Существование Пала Знаменитая Берлинская Стена Ведь у нас По договору Было так Это тоже Мне доподлинно Известно Что Войска НАТО Не будут Двигаться Дальше На восток За счет Того Что теперь Территория Бывшей ГДР Теперь ФРГ Был Такой Договор Подписан Это я Точно Знаю Могу Сослаться На Договорные Документы Еще В интернете Можно Найти Ну и Что Сделали А сделали Что Вот Буквально Через неделю После того Присоединена Была Стали Потихонечку Уводить И они Оказались К нам Ближе Это что Патриотический Акт Тоже Со стороны Наших Переговорщиков Ну вот Очень Укрепило А патриотизм До сих пор Вы уж Понимаете Козырная Карта Вот И Очень Укрепило Веру В то Что У нас Правительство Очень Патриотично Вы знаете Это Присоединение Крыма Соединение И Рейтинг У Путина Сразу Поднялся На небывалую Высоту Он сейчас Пустил Вот Но вот Тогда Поднялся Безусловно И все Поддерживали Балов Кто не Поддерживал Некоторые Так Ну и Вот Потому Что Вот Чувство Патриотизма Как же Крым Наш Крым А там Американцы Уже Собирались Базы Размещать То есть Эта акция Была Абсолютно Необходима И с моей Точкой Зрения Во всех Отношениях Оправданной И в политическом И в экономическом И в военном Безусловно И это Действительно Патриотический Абсолютно Ну а дальше А дальше А дальше Вот так сказать Как мы Дальше Стали развиваться Тут Санкции Пошли По отношению К нам А мы Тут и без Санкций Начинаем Разваливаться И вот Опять Вы знаете Мы В каком Сейчас Находимся Положении Экономическом Было плохо А стало Еще хуже Хотя Казалось бы Уж некуда Нет Есть куда Очень оптимистично Мы смотрим В будущее Вот за счет Ковида Вы знаете У нас Закрытие И предприятий И разорение Малого и среднего Бизнеса И за счет Этого Конечно Вот сейчас Опять Тут Что-то Закрывается Да Хотя бы Частично А в то же Время Вот как-то Наши друзья Или как Даже Последнее Выступление Путина Называет Наши партнеры Заокеанские Партнеры Только В чем Они партнеры Ну Очевидно В чем В бизнесе Конечно Там где Выгодно Да Там Конечно В бизнесе И наши Бизнесмены Особенно Не мучаются Патриотизмом Да Вот Вот этот Патриотизм Такого Буржуазного Разлива Он только Тогда Когда Надо Сбить Революционное Движение И тут Хорошо И вот Сейчас Нас пугают Соединенные Штаты И войска НАТО Нас окружают Вокруг Пусковой установки Там где И вы знаете И ликвидировали Практически Все договоры Уже Которые Как-то Сдерживали И гонку Вооружений И то Что Вот Они Отказывались Там Ракеты Там Средней дальности Размещать Ближе К нашим Границам Они Уже Это Размещали Еще до того Как они Ликвидировали Вот Только что Договор Не Продлен И все И они Теперь уже На законном Основании Это делают Ну И что Это Мы Подписывали Когда договор Мы Вроде Как Наши Руководители Конечно Не мы Они Думали О родине Вроде Думали Но Вот Как-то Плохо Получилось Вот Нет Лучший Патриотизм Чем Укреплять Свою Обороноспособность Прежде Всего А Это Невозможно Без Укрепления Экономика Экономика Как Последнее Отдавать У нас За счет Убедности По По официальной Статистике 20 миллионов А по Неофициальной Статистике Гораздо Больше Вот И вот Я Люблю Это Цитировать И уже В этой Аудитории Цитировал Но не могу Удержаться Вот Как Хорошо Сказал Бывший Глава ЮКОСа Михаил Ходорковский В своем Покаянном Письме Из Матросской Тишины Вот тогда Первое Его заключение Сейчас Он уже На свободе Вы знаете Да Ну Вот И Кстати Те же Самые Песни Поет Которые Он пел Когда писал Вот это Покаянное Письмо Вроде как Покаянное А с другой Стороны Он как бы Оправдывал Себя Смотрите Что он писал Еще раз Очень здорово Сказано Хотя Мысль Совсем Не новая Об этом Еще Маркс Говорил До Ходорковского Так Сказал Вот Поэтому Глаза Кое Что Дальше Сделавших Состояние Беседа Бизнесменов Там Как Вот Где Делать Бизнес Он Говорит Ну Вот Я Пытался Там За Границей Но Там Уже Все Схвачено Нет Ничего Не получается Только У нас Можно Делать Бизнес Вот И Как Они Делают Опять Что Они Делают Строят Вот Тут Недавно Тоже По Ютубу Слышал Передачу Что Там У нас В Москве Происходит Столица Нашей Родины Да Кстати О патриотизме Да Столица Москва Действительно Это Еще Пушкин Писал Москва Как Много В этом Звуки Для Сердца Росква Слилась Так Вот Что Делается В Москве То Сейчас Вот Сейчас Надо Быть Что Экономику Восстанавливать Надо Медицину Все Говорят Там Койки Открыли Оказывается Они За Время Предшествующей Пандемии Закрыли 20 С лишним Бойниц Вот Сократили Врачей В В Имеющихся Больницах Те Которые Закрыли Все Они Пошли Вот Так Ну Это Что Это Было Специально Сделано Нарочно Так Выгодно Было Вот Невыгодно А Что Там Открывается Ну Опять Что У нас Скралось Вместо Когда Заводы У нас Разрушались Да Фабрики Заводы Что Создавались Какие-то Предприятия Торговли Многоэтажные Мощные Строились Да Которых Торговали Конечно Не нашими Товарами Обеспечили Значит Рабочими Местами За Границу Это Очень патриотическое Было Движение Так Оно Продолжается Оно Продолжается Вот И Вот Мы Видим Что Уже Ясно Было И Владимиру Ильичу Ленину Что Частная Собственность Он Писал И Патриотизм Несовместим Несовместим А У нас Все Продолжается Приватизация Приватизация И Приватизирование Гораздо Больше Чем Ведущие Капиталистические Страны В процентном Отношении Вот Что Было А Эти Все Частные Собственники Они Работают Только На Свой Корван Естественно Что Они О Родине Будут Или Тех Тех У них Работает Нет Ясно Один Вот И Это Настолько Прозрачно И Настолько Ясно Что Как Некоторые У нас Еще Так Скать Простые Люди Это Не Могут Понять Поддерживают Политику Я Просто Удивляюсь Вот И Вроде Б Все Даже Вот На Своем Житии Бытии Можно Убедиться Да И Как Твои Родственники Знакомые Друзья Живут Да Вот Внизу Там Все Такое И Сейчас Зарплата Ну Все Сейчас Списывается На Ковид На Войну Списывали Там Многие Вещи Да И Будут Списывать Если Не Дай Бог Как Говорят Атеисты Начнется Война Все Такое Мы Живи От Войны Тоже Никуда Не Ушли Потому Что Это Противоречие Это Не Классовая Противоречие А Противоречие Между Китами Буржуазного Мира Которое Между Китами Мы Маленькая Плотвичка Уже Стали Что У нас Наша Экономика Ну И То Вот Как Ее Эту Плотвичку Съесть Завтраком За обедом И за ужином Территория Это Остается Богатство Природное Пока Не разворовали Еще Сразу Все Не разворуешь До конца Не вывезли За рубеж Значит Это Еще Лакомый Кусочек Ну И Рабочая Сила Хотя Вроде Вот Говорят Что Теперь Я Сегодня Не смог Участвовать Заочно В Онлайн Международном Конгрессе Экономическом Очень Интересная Эта вещь Очень Откровенно Всегда Высказывается А у меня Компьютер Погорел И все Я не смог Я там Докладом Был Сегодня Должен был Выступать Ничего Не получилось Не смог Я Да Восстановить Ну Вот Наверное Было сказано Как всегда Откровенно Про экономическое Развитие Наше И на чем Это развитие Можно поднять На чувстве Голого Патриотизма Конечно Чувство Патриотизм Я говорю Чувство Это патриотизм Вот Когда Это превращается В чувство То чувство Иррационально То теории Нельзя подвести Ну Вот Любишь Ты Человека Или Родину Ты любишь Ты не будешь Говорить За что Я люблю Этого Человека За что Я люблю Родину Это Родина Я ее Люблю А вот Патриотизм Это вроде Изм Какой-то Термин Да Научный Который Должен иметь И разъяснение Соответствующее А разъяснение Это толково Так и нет Вот Если не считать То Что нам Оставил Владимир Ильич Опять же Иоаннов Ленин Который Показал Различие Между Псевдопатриотизмом Буржуазным Патриотизмом Который На самом деле Является Просто Словесным Прикрытием Буржуазному Гнету Эксплуатации Чтобы это Сохранить Сохранить Свои позиции Развязать войну И вот Теперь вы Ребята Идите На фронт Убивайте Друг друга Пролетарии Всех стран Будут Друг друга Убивать Вот А не Соединяться Друг с другом Вот Это значит Все классные Моменты Безусловно Ну и конечно Я уже Упомянул Надо еще Усилить Этот момент Патриотизм Такой Буржуазного Разлива Он всегда Был связан И Сейчас конечно Связан Со всякого Рода И вида Национализма Безусловно Причем Национализм Тоже Трактуется Очень по-разному Потому что До сих пор Абсолютное Большинство Даже Теоретиков Вот я Удивляюсь Которые Пишут По этому Поводу Они не Различают Нацию Национальность И Прилагательное Национализм Националистическое Вернее Да Или Национализм Существительное Образовано Может быть И от нации И от национальности Но это Как Говорят в Одессе Две большие Разницы Вот Поэтому В чем Разница Ну я Так Напоминаю Мы Уже Об этом Тоже Говорили Национальность Это Кровнородственное Генетическое Единство Людей А Нация Это Экономическое Единство Людей Причем В какой Эпохе Эпохе Капитализма Это Открытие Иосифа Сревероча Сталина Да Именно Он Вот Впервые Это Различие Провел Именно Вот По этому Пункту Да Экономическое Или Кровнородственное Нельзя путать Это И конечно Национализм От Нации Это Не то же Самое Что Национализм От Национальности А это Тоже Смешивает Да Неразличие И Это Ведет Никто Теоретическим Каким-то Ну и Практическим Просчетом Да Так вот Конечно Вот Национализм От Нации Он Связан С Фальшивым Патриотизмом Потому Что Ну Представляет Нас Кто Правящий Класс Да И вот Они Говорят Вот Мы Защищаем Свою Родину Нацию Вроде Как Все Правильно Да Но Я Из чего Защищаем Да Воем Того Чтобы Оставить Независимость Да Вот Вы знаете Национально Патриотические Движения Охватывают Все Население Временно Снимается Противляющие Межклассово На этот Период Когда Вот Национально Освободительное Движение Возникает Действительно Перед лицом Внешней Угрозы Объединяется Нация Да Это Необходимо Совершенно Необходимо Действительно Так Вот Но Как только Одержана Победа Начинается Потом Как вы Знаете Вот Во время Войны С Наполеоном Да Вот Нация Объединилась Крепостные Крестьяне Плещо В плечу Со Своими Дворянами Хозяевами Боролись Французов Да Били Французов Победили Наполеона Изгнали Его Из страны И Потом Эти же Самые Дворяне Офицеры Также Приказывали Сечь Своих Бывших Сорятников Боих На конюшни Потому что Он кто Знает Своё место И там Было Много Столкновений За счёт Этого И вы Знаете Декабрьское Это вооружённое Восстание Тоже Да Было Так Или Иначе Как говорится Вот Связано С этим Ну что же Вот мы Вроде Как Равны Были Кстати Когда Наши Войска Вошли Во Францию Да ещё И другие Страны Европы Там И солдаты И офицеры Поняли Какой Строя Там Не было Такого Чудовищного Крепостничества В той же Франции Вообще В то же В то же Времена Не было Там Такого Ну да Потому что Там уже Была Крепостическая Страна У нас Ещё Всё ещё Феодализм Да И остатки Некоторые Теоретики Замечают Остатки Феодального Строят Даже Сейчас У нас В России Некоторые И Видимо Не без Основания Но Это Отдельная Тема Я её Не буду Затрагивать Растекусь Так И так Уже Значит Уже Подхожу Значит Завершение Ну и Вот Завершение Что Хочу Сказать Значит Вот Как Любопытно Ещё Провести Сравнительный Анализ Взглядов На Социализм Патриотизм Значит Оппортуниста Второго Интернационального И Гитлера Да Вот Интересно Что Вы Помните Что Вообще Так Говоря Партия То Какая У него Была Да Национал Социализма Социализма Интересный Момент Да 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 И рабочая Ну А Тоже Вот Подменили Да Вы знаете Как они боролись С пролетарским Движением С Социализмом Настоящим Внутри Страны Как Были Уничтожены Ведущие Коммунисты И Вы знаете Вообще Слово Коммунист Это Всё Приговор Вот Сейчас Была Одна Статья Забыл Где-то Я читал Так Много Читаешь Не Помню Скачено Мною Можно Восстановить Но Вот Сейчас Очень интересный Момент Вот Говорят Что Ну Вот Сейчас Когда Вспоминают Великую Отечественную Войну И вот Говорят Что Ну Немцы Они Там Значит Всё Евреев Уничтожали Да Уничтожали Вот Они Там Расстреливали Вот Они Там Гетто Создавали Так Всё А Почему Не вспомнить Что Вначале Они Вот Когда Была Перекличка Говорят Вначале Кто Тут Коммунист Кто Тут Офицер А Потом Кто Тут Еврей Или Цыган Да Тоже Ну Цыган После Еврей Вспоминают То есть Вначале Вот Вот Это Классовый Момент Кто Тут Коммунист Идейно Ты Какому Классу Принадлежишь Ты Наш Главный Враг Коммунист Еврей Ладно Как То Ещё Можно Смириться Причём Заметь Сам Гитлер Он Своим Выдающимся Мультимиллионером На тот момент Да Евреем Которые ему Промышленность Позволили Так сказать Развернуть На военные И весь Поставить Он же Их не преследовал Всё было нормально Ни их Ни семьи То есть Опять Вот Классовое Шло Впереди Вот этого Национального И Да Так вот Интересно Я тут Нехорошо Цитировать Гитлера Но Поцитирую Из Известной Его Работа Майнкапф Он Пишет Майнкапф Социализм Это учение О том Как следует Заботиться Об общем Благе Коммунизм Не социализм Марксизм Не социализм Марксисты Украли это Понятие Исказили его Смыслом Я вырву социализм Из рук социалистов Социализм Древняя Арийская Германская Традиция Наши предки Использовали Некоторые Земли Сообща Они развивали Идеи Об общем Благе Марксизм Не имеет Право Маскироваться Под социализм В отличие От марксизма Социализм Не отрицает Частную Собственность И человеческую Индивидуальность В отличие От марксизма Социализм Патриотичен О Видите Как Национализм Все тут Слилось Как будто Да Вот это Настоящий Подлинный Социализм А вот Они уже Гитлер Упрекает В том Что Марксисты Коммунисты Они Этот термин Исказили Украли Приватизировали Так сказать Стали использовать А как же тут Индивидуальность А индивидуальность Вот Человеческую Индивидуальность Частная Собственность Поддерживает Человеческую Индивидуальность Вот Это Мое И Я вот Как Личность Суверенен Только потому Что у меня Есть Это Частная Собственность А если Все Общее Значит Все Растворилось И Значит Это Общность И Общность Идей И интересов Вы знаете Что Чем Пугали Наши Крестьяна Еще В годы Первые Революционные Общность Жен Там Все Под одним Одеялом Спать Будете И дети Неизвестно Чьи Вот Они Комуняки Чего Собираются Сделать Вот То 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 Те же Самые Такие Тоже Ложные Совершенно Идеи Выдаются За истину Пугают Вот На эмоциональном Уровне Значит Вот Наша Задача Я думаю В этот Тяжелый Период Это Как раз Борьба Прежде всего Вот Идеологическая Надо Разъяснять Надо Открывать Людям Глаза На бытие На то Что происходит Перед носом У каждого Да что Люди Сами Знают Что олигархи Это воры Ну Они Знают Ну А с другой Стороны Вы знаете Они воры Но они Говорят А это Ребята Предприимчивые Вот И некоторые Завидуют Многие Да Вот Ну вот Мне не удалось Не удалось А он Наверное Он умнее Меня Это У него Коэффициент Интеллектуальности Выжит Поэтому Вот Знаете Опять же Какая идея Подбрасывалась В первые годы Реформ Замечательных Да Наших Демократических Позволили сказать Ты умный Ты доктор наук Профессор Это мне говорили А почему ты бедный такой Значит ум Куда тебя повернуть Не туда Если ты умный По-настоящему Ты найдешь себе Применение Вот тогда У нас же Эти работы Не было И не платили Нам преподаватели И сейчас Опять кстати Говорим Все Сворачивается Сворачивается Вот В моем родном Лиште В университете Путей сообщения Профессор Доктор наук Сейчас получает На руки 35 тысяч Понимаете Доктор наук Профессор Вот Это на уровне Работника Вот этого Системы общепита Там Как это называется Фирма Такая Вот реклама У них там 35 тысяч На том же самом уровне Ну а потому что Перешли на Какую работу На удаленку А за удаленку Можно в два раза Меньше платить А почему Это что вы Дома работаешь А я вам скажу Не понаслышке Потому что я тоже Уже работаю Работан на удаленке Гораздо тяжелее И Временю И сил Уходит Гораздо больше Попробуйте На удаленке Провести Хотя бы экзамен 30 человек Вот Надо с каждым Отдельно беседовать И смотреть за ним Что он не списал В процессе подготовки А если посадишь Даже малую группу Пять человек Все Угу Списано Ну и что Ну и конечно Это работа На удаленке Вот я тут Проходил сегодня Семную площадь Стоит парень Молодой Развернул плакат Защитим образование Не дадим Разрушение образования И на плакате Комсомольский значок Наш Вот кто он такой Я не стал Подходить Это я отбежал сюда Мне некогда было Думаю интересно Одиночный пикет Который сейчас вроде как Хотят разрешить Отпустить Вот же Что называется Значит Немножко демократии добавить Ну вот Вот так вот Понимаете Такие игры ведутся И что интересно Что эти игры Такие Вроде как Теоретические Но для народа В патриотизм такой Квастного типа Как говорил Классик Вот Находят отклик Да Понимание Сочувствие Я говорю Даже вот Наши олигархи Ну да Вот они Подсуетились А я вот Не подсуетился Значит я должен Представить На самого себя Жаловать Кто виноват Да Вот там Мой знакомый Там какой-то Да Предприимчивый Смелый Да Сумел Украсть Ну да Но не попался И хорошо Вот Чтобы у нас Все было Поговорка у них Такая Чтобы у нас Все было Но нам За это ничего Не было Вот Если ты это Достиг Прекрасно Это что Патриотизм А индивидуализм Честная собственность Каждая за себя Конечно Один Бог За всех А Бог Представляет У нас тоже Миллиардера Патриарх Наш Замечательно Вот тоже И какие патриотические идеи Я вот тут выступал Даже на конференции Посвященной 150-летию Владимира Ильича Ленина Вот В Таврическом Проходила Месяц тому назад Конференции Я все-таки Процитировал Я в одной статье Тоже Нашего Патриарха Позволение сказать Патриотические Да Вот Он Кстати Это Мысль Это Выступление На его сайте Можно найти Прямо Патриарха Если мне память Не изменяет Это еще В 12-м году Он сказал 2000-е Конечно В 12-м Он сказал Следующее Выступая Перед Эпархией Своей Что Великая Отечественная Война К очередному К очередной Годовщине Победы Выступала Но не круглая Но в 12-м году Значит Великая Отечественная Война Была Неспослана Советскому Народу Богом Вот Как Возмездие За Значит Неверие И гонение На церковь Вот Вывернуть Как угодно Получается Так Что Битлеровские Полчища Головорезы Которые Уничтожали Всех Верующих И неверующих И детей Мало Это Просто Десница Божья Я в статье Которая Опубликована Была Уже Лет 6 Что ли Тому Назад Я сказал Я упрекнул Патриарха Прямо В святотатстве Понимаете Патриарха Я Но я Как неверующий Я постарше Патриарха Все таки буду Значит Я его Святотатствую Патриарха Как может Значит Питеревский Полчища Это Значит Десница Божья А Бог Есть Любовь Логично Гот Метунц Гот Метунц Все Логично Бог С нами Ну вот Так вот Значит На меня Получились Всякие Товарищи Господа Из его Так сказать Геопархии Видимо У меня Индекс Хирша Индекс Цитируемости Мгновенно Вырос на 2 балла Я думаю Что такое А потом Я заглянул Оказывается Меня там Критикуют Везде То есть Как же так Я Обвинил Патриарха Но Я прочитал Одну Статейку Да как Он может Как Он смеет Кто Ему Дал Право Патриарха Святейшего Упрекать Святатарский Кто Он Такой А я Вот Этим Всем Ребятам Из Патриаршего Стана Говорю А кто Вам Дал Право Выступать От имени Бога Кто Знаете Как Мне один Ответил Приличный Уже Я забыл Какой У вас Сан Под Епископ Уже Он Сказал Следующее У меня Образование Соответствующее У меня Диплом Есть Я Поэтому Имею Право Я Знаю Да А если Я Библию Изучу Тоже Буду Трактовать Могу Нет У вас Нет Соответствующего Образования Я Говорю А в Дипломе У вас Кодпись Кто Оставил Бог Написано Нет Нет Какой Это Человек И Как Вы Вообще Можете Причислять Не Святые Клику Святых Кого Угодно Вот Тогда Не Клику Святых А Как Причислили Вот Пожалуйста А кто Вам Дал Право Это Только Бог Может Причислить А Вы У Него Спрашивали Советовали С ним Нет Ну Вот Они Вот Такого Вопроса Много Еще Рожать Ну Все Я Думаю Что На Этому Надо Заканчивать Так Что И Наша Церковь Патриотизм С верой Якобы Святым Может С верой Святым Но Только Не С церковью Тут Надо Разделять Все Валерий Петрович Вам Как Вопросы Сами Прочитаете Или Прочитайте С выражения Значит Степан Сергеевич Маленцов Спрашивает Первое Связано Понятие Патриотизм С Экономическими Интересами Господствующего Краса Ну Я Уже Почти Ответил На этот Вопрос Я Сказал Да Связан Если Речь Идет О Буржуазном Патриотизме Конечно Прикрытие Так И Второй Вопрос Чем Отличается Буржуазный Патриотизм От Советского Чем Отличается Вот Если Мы Любим Родину То Какую Родину Мы Любим Да Если Мы Вот Буржуазный Патриотизм Мы Любим Не Родину В общем А Свои Капиталы Любим Если Мы Хотим Защитить Эти Капиталы Мы Притворяемся Что Мы Хотим Родину Защитить А На самом деле Вот Мое Моя Собственность Мои Фабрики Мои Заводы Если Их Неприятие Разрушить Вы Идите Воевать За Мои Фабрики За Мои Заводы Чтобы Их Не Разрушили Или Не Достались Другому Предпринимателю Если Не Разрушили Вот Это Значит Превращается В Патриотизм Мы Воевали За Что И Действительно Вот Наш Патриотизм Совсем Не Деланный Не Квастной Был Да Сколько Действительно Десятки Миллионов Погибло А Сколько Предателей Было Было Много Но Не Десятки Миллионов Предателей Было Были Предатели Конечно А У нас Всегда Во Всяком Движении Есть Предатели Давайте Прикинем Сколько У нас Было Членов КПСС И Сколько Осталось Коммунистов Из них Какой Процент Это Кто Они Предатели Да В известном Смысле Сколько Будет Предателей Сейчас Война С Америкой Будет На самом Верху Причем Ну Да Ну Так Они Уже До Войны Потому Что Такие Действия Как Я вам Сказал Явно Подыгрывают Нашему Вполне Невероятному Противнику Это Жизмена Родине Безусловно Какой Патриотизм Да Еще Какой Вопрос Вот Юра Захаров Значит Почему Было Много Предателей Войне С Гитлером Почему Не знаем Ни одного Предателя Войне Наполеона Ну Не знаем Это Не Значит Что Не Было Вот Были Конечно Везде И Всюду И Даже В Классической Литературе У нас Есть Почитайте Вот Хотя Б Войну И Мир Вот Там Я Читал Да Ну Почитайте Я Сейчас Вам Не Скажу Там Были Ситуации Вот Предатели Были Там Выведены У Толстого Вот Так Что Всегда Когда Вот Идет Противоброс Всегда Встречаются Люди Слабые Или По Слабости Или По Тому Что Вот Выгоднее Просто Напросто Вот Сейчас Выгоднее Шкуру Свою Спасти Опять же Собственность Свою Спасти Но Сказать Что У нас Великое Отечественное В процентном Отношении Да Предателей Было Сравнимое Количество С Патриотами Это Абсурд Это Абсурд Конечно Действительно Люди Вот Мой Дядюшка Константин Петрович Огородников Я От него Отличаюсь Только По Имени Одного Да Я Владимир Константин 18 лет 7 ноября Как Вы Думаете 7 ноября Пошел Его Не Призывали Он Пошел Добровольцем Записался Его Не Призывали Он Работал На Оборонном Заводе Его Могли Не Призывать Пошел Бабушка Слезами Вспоминала Я Говорю Костенька Ты такой Еще Молодой Тебе Жить и Жить Тебя Убьют Мама Нет Надо Родину Защищать Так Это Было У всех Народов Во все Времена Которые Кидались Нам Бразор Во все Времена Но Фашистов Гитлерюген Добыли Ну Японцы Смертники Были Конечно Гитлерюген Патриоты Ну Они По Своему Патриоты Ни Какому Они Патриоты Над Ними Гавилляйтер С Нагайкой Стоял Не Надо Ну Нет Были Конечно Фанатики Безусловно Везде Но Вот Понимаете У нас Были Не фанатики Такие Которые Совершенно Ради Вот Да Понимаете Тот же Александр Матросов Да Ну Вот Сейчас Начинает Переписывать Историю Хотя Приняли Даже И положение В Конституцию Писали Что Нельзя Переписывать Ну Там И Зоя Космодемьяцкая И Александр Матросов Совсем Уж Не Такие Они Патриоты Не Такие Они Уже Герои И Не То Не Делали Зоя Космодемьяцкая Поджигала Дома Крестьян Простых Вот Ее Поймали Сами Крестьяне И Отдали Немцам Вот И Довольны Были Когда Ее Вешали Александр Матросов Перепил И Вот Бросился В пьяном Виде Вот Вот Так Вот Понимаете Это Я Очень Патриотичные Такие Веще Но Эти Историки Они Друг Та Ру Сейчас Кидаются Все Там Так И У 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 Ладно Все Степан Сергей Записался На У У У У У У У Прежде Все Хочу Поблагодарить От Нас Всех Владимир Петрович За Эту Лекцию Как Всегда Интересно И Хотелось Дополнить Может Развить Некоторые Мысли Которые Сказаны Прежде Всего Если Посмотрим Словарь Ажигова Патриотизм Там Написано Понятие Это Любовь К Родине Отечеству Своему Народу Народ Он Состоит Из Разных Классов И Слою И У Каждого Класса И Слоя Свои Экономические Интересы И Мы Знаем Что Господствующий Класс Свои Экономические Интересы Делают Господствующими Навязывают Всех И Выдают Изонародные Интересы Поэтому Через Это Любовь Народу Опосредована Значит Любовь К Интересам Господствующего Класса Навязана Так Опосредована Такая Сыпочка И Господствующий Класс Всегда Будет Проводить Такую Линию Линию Патриотизма Любовь Господствующий Класс Значит И Использовать Своих Интересов Действительно Если мы Возьмем Первую Мировую Войну Патриотический Угар Во всех Странах Крах Второго Интернационала Только Одни Большевики Правильно Расставили Здесь Акценты Сказали Сказали Что Надо Провернуть Провернуть Оружие Против Своего Правительства И пошли Сразу С Думы На Каторгу За Такие Когда Они Голосовали Против Кредитов Войных Поэтому Здесь Реакционная Роль Эмпериалистической Нации Вот это Понятие Патриотизм Как она Раскручивает И использует В своих Интересах В то же время Владимир Петрович Отметил Это Есть Положительно Когда Молодая Буржуазная Нация Борется Против Какого-то Угнетения Со стороны Империалистического Государства Более сильного Более хищного Национально-освободительная Борьба То тоже Объединяются Разные Классы Слои Но под Руководством Буржуазии Как господствующего Класса И в этом Смысле Какая-то Положительная Роль Прогрессивная Роль На этот этап Поскольку Это само Движение Наносит удар По империализму Поэтому Вот оно Прогрессивное В этой части Если мы Посмотрим Начало Двенадцатых Гадов Пошел Вот этот Блозунг Патриотизм Последние Прибежущие Негодяи Действительно Со всех Экранов Это все Неслось Имелось Ввиду Что Патриотизм Советский Потому что Им нужно Было Разрушить Именно Советский Патриотизм Это В конечном Итоге Экономические Интересы Рабочего Класса Когда он Господствует В обществе И вот Против Этих Интересов И был Направлен Основной Дар Ну если Экономически Смотреть Цели И задачи Поэтому Была Очень Шумная Такая Компания Но Нация Капитал Так сказать Нарастает Ему требуется Все равно Патриотизм Защита Этих Капиталов И интересов И отсюда Вот Мы видим Лозунг Путина Который Записан Патриотизм О том Что нужно Воспитывать И под этим Лозунгом Собственно Идут Эти поправки В конституцию Мы Освобождаемся Ельцинская Конституция Плохая Там Приоритет Международного Права Мы исправим И подправим Землю не дадим Мы патриоты Вернемся Берем И проще И как Себя Здесь ведут Разные Политические Представители Владимир Петрович Сказал Что Он Не поддался Этому Патриотическому Угару Который Навязывается Потому что Он понимал Что за ним Стоит Усиление Законательное Закрепление Диктатуры Крупного Капитала Там же Поправок Много Реакционных Под этим Прикрытием И проголосовал Против Поправок А вот Михаил Васильевич Попов Не увидел Наоборот Он активно Начал пропагандировать Нам идеи Буржуазного Патриотизма И предлагать Пройти И проголосовать За эти Вопросы Потому что Там очень много Хорошего Тем самым Мы увидели В политике Как Используют Разные Представители Различных Политических Сил Вот эти Понятия Спасибо Так Товарищ Захаров Я записался Вот Ильич Вот сейчас Продолж Попов Так Говорит Это Так Понимает Патриархин Договориться Невозможно Но зато Все 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 Люди На земле Любят Деньги Ну Покажешь Деньги Хватит Одного Человека Нашел Пачку Деньги Фу Какая Мерз И выкинул Деньги 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 Трудновато Трудновато Бывает Страница Итон Да вот Итон Вашей программе Вашей РКРП Вот написано Почитайте Сейчас я Побегу И поэтому Отменить Часную Собственно Невозможно Провозгласить Что я Хмин Это можно Что земля Заводы Йонные Недры Прижить Народу Это можно Но на деле Кто с ним Коррозу Всегда будет Хапать И ничем тут Не сделать Вспомните Наши художественные Фильмы Блондинка За углом Берись До чего ты там Вспомните Что Аркадий Райкин Все эти критиковал Этих несунов Этих там Расхитителей Они все живы Посмотрите Сейчас Советские Мафии Что интересно Кто ведет Леонид Каневский Тот самый Который Майора Томина Играет А когда Майор Томин Был молодой Был такой Трогательный Фильм Следствие Ведут Затаки Следствие Идет Да Они там Все такие И песен Какая Если кто-то И кое-где И у нас Порой Честно жить Не хочет Как будто Это были такие Редкие явления Что-то Чуть-чуть И с присутствием Будет покончено А теперь Вы сняли Ну а с и рыбной Мафии Котлетные Конфетные Хлопковые И вариант Галины Брежевой И там Дело чур Все воруют Понимаете Начинают С членов Политбюро И кончают Последней Уборщицей Понимаете Вот например Легла моя мать Или кто-то там В больницу Что делать Подходишь там Которую убираете Вон Моя родственница Вот пожалуйста Они позвон Уже Есть какой-нибудь В ресторане Кто там Швейцар Сразу Вечер Мест нет А это Крамабай Должен быть Швейцаром Там мест Всегда есть Человек Мест 5-6 Есть всегда Но сразу Он раз Он столько Потом Все Все деньги решают Миром правят Капитал Понимаете И что Можно мне ответить А так вот Но что дело В советское время Все деньги Что они воровали Они закатывали Все на горы Деньги не работали А вот сейчас Дали работу И в магазинах Изобилие появилось Правильно В чем Так давайте Давайте по теме Вот я как раз По теме Патриотизм Что такое Патриотизм Великий Не надо вообще Не честных Много Вы сказали Предателей Да Предателей Много Вот Но На чем Это все Жиждется Да Вот И предательство И нечестность И воровство И прочие Грабежи Вот На частной Собственности Вы сказали Она вечная Неприкосновенная Ничего Подобного Человечеству Сто тысяч лет По данным Антропологии Не философской Все с этим Согласны Сейчас Ученые Всего мира Из них Классовому Обществу Из Ста тысяч Лет Всего Навсего Если натягивать Что это уже Классовое Общество Будет Три с половиной Четыре тысячи Лет Из Ста тысяч Лет Так вот Все эти Негативы Пошли Когда Было Ликвидировано Первобытно Общинное Общество Первобытный Коммунизм И вот по поводу Этого Первобытного Коммунизма Который Сохранился Еще во времена Энгиса Энгис Которому Вот мы 200 лет Тут отмечали Да Совсем Недавно 28 ноября Было ему Он писал В работе Происхождение Семей Частной Собственности Государства Замечательная Работа Он вообще Писал Очень Вот Почитайте Он Рассматривал Существующие Еще В его Времена Некоторые Такие Общества Маленькие Рокерский Род Индейцы Еще Сохранились Где-то Племена Ну у нас Еще Ну уже Они Конечно Первозданность Потеряли Сейчас Вот Он Говорит Что за Чудо Этот Рокерский Род Среди Индейцев Ни Армии Ни Полиции Ничего И все У них Замечательно И живут Они в Согласии А в чем Дело Нет Не денег Нет А нет Частной Собственности Частной Собственности Нет Вот Появляется Частная Собственность Теперь у нас Советском Союзе Вы Заметьте Частная Собственность На средства Производства Не могла Существовать И она И не Существовала Де юра Де факто Пытались Там Приватизировать Было Такое Дело Конечно И были Вот такие Подпольные Там Корейки Всякие Да Было Конечно Предприимчивые Люди Вот Пускаются Для того Чтобы Нечестным Трудом Но Для того Чтобы Нажиться Надо Чтобы Хотя бы Де факто Стать Частным Собственником Частная Собственность Вот это Поощряет И развивает Вот это Низменное В человеке Это мое И вот Я буду Работать На то Чтобы Укреплять Это Мое Я могу Пойти На любые Преступления Вы знаете Там В этой В Кущевке Целую семью Вырезали Из-за чего Детей Малых Не пожалели Из-за чего Вот из-за Этой Самой Чертвой Собственности Как только Она начинает Разрастаться Как все Начинают Ориентироваться На него Вот возникает Вот это Жажда Желание Нажиться Любой Ценой Потому что Честным путем Не заработаешь У нас В Советском Союзе Государственная Собственность Была На средства Производства Это форма Общественной Собственности На средства Производства Была и Колхозно Корпоративная Как вы знаете Тоже Вид общественной Собственности И вот Энгельс Пишет Вот Скажите Какому-нибудь Члену Этой Этого Жили малыми Племенами Там легче было Осуществлять Это единство И контроль Постоянный И настоящая Советская Власть Власть Советов Племен Советов Старейшин И так далее Очень Демократический Орган Чем крупнее Чем Тяжелее Это становится Но Вот Государственная Собственность Вот Опять же Энгельс Об этом Пишет В Анти Дюринге Государственная Собственность Не является Основой Социализма Но Это То На чем Может Вырасти Социализм Настоящий Потому что Государственная Собственность Форма Общественной Собственности По его Нему Мнению А Бог Ошибаться Тоже Он Ошибался Но У нас Так И было Так Давайте Два слова Скажу Напоследок Это Самая Юра Не поморчи У меня Книж Товарищи Патриотизм Значит Все-таки Что это Такое Степан Сергеевич Повер Определение Изожига Любовь К отечеству Да Любовь А вообще Говорит Действия В интересах Развития Страны И мы Знаем Что Страна Отечество Родина Это Вообще Говорит Не то Что Государство Которое Жестко Связано С Правящим Красом И Поэтому Перед Войной Скажем Были Сняты Фильмы Александр Невский Петр Первый Во время Войны Появились Ордена Суворова Кутузова Нахимова И так Далее Были Сняты Другие Фильмы Были Восстановлены Находящие Неподалеку Отсюда Музей Суворова То есть Все-таки Вот есть Что-то Такое Общее Какая-то Нить Которая Ведет И понятие Патриотизм Все-таки Это понятие Позитивное Это развитие Страны Почему Потому что Чтобы был Советский Патриотизм Чтобы была Советская Родина Она взялась Не Откуда Она Подготовлена Предыдущим Развитием Нашей Страны И чем Более Продотворено Это развитие Тем больше Шансов У нас Здесь На построение Социалистического Общества Тем легче Наша задача То что Сделали Наши предки Преобразовать Социалистическое Общество И поэтому Здесь Надо понимать Что Если посмотреть Под этим Углом Зрения Ну а говорят А вот Патриотизм Прибежище Негодяев Это как Понимать Действительно Квазипатриотизм Вот этот Он используется Всегда И даже Если мы Посмотрим На вот Эту Патриотическую Ворнуков Основного Патриотизма Четырнадцатого Года Можно ли Так сказать Что Вот этот Патриотизм Так называемый Тогда Он был В интересах Развития России Нельзя Так сказать В результате Испытаний Первой Мировой Войны Царская Россия Развалилась Буржуазная Россия Если бы Не большевики Приверла бы К тому Что Россия Вообще Перестала бы Существовать Это вот Отсюда Что мы Должны Понимать Мы должны Понимать Что и Сейчас Что патриотизм Это надо Больше работать Не отвлекаться А что Такое Есть патриотизм Сейчас Какие Действия Мы можем Предпринимать Для Развития Нашей Страны Это Борьба Рабочего Краса И Хотя И здесь Вот эти Негодяи Патриотизм Последние Прибежище Негодяев Они орут На том же Донбассе Что Вот Это Укропская Пропаганда Что Шахтеров Призывают Не работать Хотя Они разворовали Шахты Разворовали Металлургические Комбинаты Убивают Шахтеров Работы Убивают Вообще Весь Край Убивают Донбасс Вывозят Деньги Через Россию За границу И вот Орут Что Шахтеры Не патриоты Они Укропом Продались Они Бастуют Республики Воюющие А тут Забастовки То же самое Мы видели И во время Первой Мировой войны Что Большевики Враги Вот Скажем Большевистское Правительство Оно пошло на мир С немцами Отдало немцам Украину Поэтому Пошло ли это На Врага Развитие России Несомненно Благодаря этому Была сохранена Советская власть Которая Выбирала Россию Сами знаете Куда А вот Генерал Краснов Про которого Сейчас зачастую Берегвардейцы Говорят Что это Патриот Был И так далее Его жестокие Большевики Вынудили на Сотрудничество С немцами Если он бы Вместе с немцами Победил бы Если бы Немцы Вошли бы В Петроград Это пошло бы На пользу Развития России Я думаю Понятно Что нет А сейчас Есть капиталисты Работающие На благо России Вы Горовой Мотаете А я вот Назову Фамилии Скажем Товарищ Шапунов Тех Кого я Перечислю Уже нет В живых Руководитель КБП Конструкторское Бюро Приборостроения Из Туры Он Благодаря ему Во многом Россия До сих пор Еще жива То же самое Это товарищ Непобедимый Создать их Систем ПВО Николай Сергеевич Попов Создать их Танка Т-80 Это Это во многом Капиталисты Это крупные Руководители Которые Неотделимы От капиталистов Они во многом Вроде Акциями Вроде Акциями Своего Предприятия И надо Понимать Что высший Менеджмент Тот же Корчак Хотя он Формальный Не был Капиталистом Но он Защищал Капиталистов И он В общем-то Неотделим От капиталистов Того времени Даже если Акции У него Ких-то И не было Вот буквально На днях Скончался Товарищ Бугилищев Начальник Главного управления Грубоководных Исследований Он лично Очень много Сделал И бывал И рисковал Жизнью И тоже Благодаря ему До сих пор На наши головы Не сыпется Какая-то там Дрянь Атомная Это так сказать Хотя это Формальный Я не знаю Какой там у них Процент акций Хотя они были Это были Очень обеспеченные Люди Шипунов Был очень Материально Обеспеченным Человеком И Попов Нихарай Сергеевич У них акции Были И все было У них Но тем не менее Вот можно И сейчас Двигать вперед Но а главное Вот наша задача Как коммунистов Что мы можем Делать для развития России Развивать Красную Больбу Пролетариата Почему Потому что Капиталисты Сейчас конечно В целом Если брать их Это еще Так сказать Тут там у них Советская закваска И так далее Они не заинтересованы В развитии России Вот скажем Отраслевой НИИ Крупнейший В отрасли Рука Хозяева Приняли решение Взять крупный кредит От 1 до 15 миллиардов Рублей Проценты До 20 процентов Годовых Под зарок Зданий Имущество Там Территория И так далее Потому что взять кредит Какой-то бизнес-план Вот сейчас разовьемся Нет Под хозяйственную деятельность Совершенно очевидно Вот взять кредит Набить мешок И с ним за границу А тут это все Обнулить Ну трудящиеся Написали письмо И в общем-то Это Сделали так Что этот вопрос На собрании акционеров Не прошел Было сделано так Ну это трудящиеся Написали письмо Работники этого предприятия А капиталисты Растехом владеют Открою тайну И тот же Растех Он и Политехнический университет Там во многом Так сказать Ставленники Те же самое Переориентировали На то Чтобы готовились Студенты Для Иностранцев Для Зарубежных государств Это вот Конечно действия Которые идут Во вред России А в развитии России Кровно заинтересованы Кто рабочий Класс Потому что рабочим Не уехать отсюда И Большинству Трудящихся Отсюда не уехать Нам здесь жить Нам здесь умирать Мы заинтересованы В том Чтобы здесь была Не черная дыра А была Нормальная страна Поэтому мы Коммунисты Мы патриоты Это вот Надо Понимать И кстати По поводу Михаила Васильевича Который Горосовар Вот те изменения Которые в Конституцию Несены Они Действуют На развитие России Или на уничтожение России На Закоболение Рабочего класса Ну как вот То что В Думе В Совете Федерации Не могут сидеть Люди С иностранным гражданством Как это действует Как это действует На Закоболение Рабочего класса Повышение Пенсионного возраста Это 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 В Конституции Было Это в Конституции Было Это реакционное действие Повышение Пенсионного возраста Реакционного Мы же говорим О Конституции Вот Изменения В Конституции В чем Вот их реакционность Они усилили Ну что Они Ну как Они власть усилили Чем Они усилили Еще как Не дали им инструменты Когда они могут Пожизненно быть Ни за что Какие Где там инструменты Как-то То что Путину срок Обнулили Что ли Это И что Ну если вместо Путина будет Мутин Это будет лучше Для развития России Я полагаю Что Либо не знаете Чем это Я знаю Я знаю Я знаю Видите Так сказать Я не увожу В сторону Просто Это вот Опять же Для развития России Необходимо Убрать Путина Вот как Путина убрать Так вот Развитие России В скачку Несется Куда-то По-твоему По-твоему По-моему Да Ладно Иванин Петрович Затусительное слово Можете Ну ладно Ну я уже Частично Говорил Уважаемые Товарищи Видите Какую бурную Дискуссию Вызвала Эта тема И это Не случайно Но я думаю Что нашей Задачей Является Не будировать Все время Вот на уровне Каких-то Таких Теоретических Конфликтов Приходить Действительно Какому-то Соглашению Вот Теоретическому Ну и практическому Потому что Если мы Погрязнем В этих Спорах Вот И разобщение Левых сил Это Ну уж Понимаете Это аксиома Разрозненность Наша Такая Вот Связанная С тем Что у нас Партии Коммунистические И социалистического Плана Такие Небольшие Если не считать КПРФ Да Ну вот Они тут Конечно Во многом Сейчас Идут На консолидацию Вот Конференцию Там Старались Всех Объединить И прочее Тут тоже Конечно Поработать Теоретически Нет Ничего Практичнее Чем Хорошая Теория Как говорится И В нашем Коммунистическом Движении Безусловно Да Вот Надо Какие-то Моменты Такие Разъяснять Вот С которыми Мы встретились Вот Диму Что там Частная Собственность Вечно Неприкосновенная Ничего Вечного Не бывает Никакой Строй Не бывает Вечный Капитализм Уже Прекращает Своё Существование Вот Эти Все Кризисы Экономические И политические И культурные Которые Мы наблюдаем Вот Внешне Это культурные Особенно Моральные Деградация Совершенно Общества Когда Демократическое Считается То Что Приняли Так сказать Вот Как Барак Обама Говорил Уходя С поста Президента Моя главная Засруга Перед демократией В Соединенных Штатах Что я настоял Все-таки И мы провели Этот закон Об однополых браках Вот Главная Демократия Вот Это свидетельство Это о деградации Если хотите Даже на уровне Биологической Деградации Когда такие вещи Вы знаете Этот вот Расизм Наоборот В тех же Соединенных Штатах Это все Свидетельство Это о деградации И эта деградация Ну Теоретически Ее не остановить Надо практически Конечно Действовать Но чтобы действовать Практически Надо знать Что делать Как делать Да Вот для этого Нужна Кто знает Это никто Не знает Надо сначала Собственно Обить шишек Как говорится Не судите О людях По себе Вы критикуете Ленина По Ленину Это отрывочно Знаете Когда Один Теоретик Во времена Маркса Написал Работу По марксизму Популярную Для того Чтобы популяризировать Маркс Такой непонятный Действительно Был тяжелый Маркс Прочитал Популярную Брошу И сказал Я не марксист Если это марксизм То я не маркс У него У самого взгляда Менялись На противоположные Ну На противоположные Нет Это только От младого Гелигерянства Вот И К манифесту Коммунистической партии Да Менялись Действительно Но и то Не на противоположные То есть Они диалектику Взяли И Диалектику Гегеля По образному Выражению Энгельса Они поставили С головы На ноги Вот Понимаете То есть На противоположные В этом отношении Да Конечно Противоположные А потом Коммунизм Где коммунизм Уже 200 лет Про этот коммунизм Говорят А его все Нету Он в этих Терриях Вот только Так я же вам Сказал 95 тысяч лет Это был Настоящий Коммунизм Общественная Собственность На средства Производства Советская Власть Распределение По потребностям Главное Да Экономическое Какая должность Вы первобытный Берете Да А вы тогда Жили Вот я хочу Если мы будем Судить И говорить Только о том Что видели Сами Мы должны Закрыть Рот Все Потому что Мы в пределах Вот своего Своей кухни Будем рассуждать Да И то И тут Будем Ограничены А все Спасибо Дорогие Товарищи Меня все время Выбирали Восстанавливать Секунд Так Товарищи В следующий раз Через неделю К нам придет К нам придет Председатель секции Скорой медицинской помощи Общероссийского Профсоюза Действия Игорь Представил Бобинов И он расскажет Нам о особенностях Введения Коллективных Переговоров Электронных Продолжение следует Продолжение следует